Всем привет! В последнее время стал модным жанр эдакого сплава классической музыки и поэтической речи. Это когда либо стихи известных поэтов сопровождают классической музыкой, либо зачитывают переписку великих художников или композиторов под сопровождение симфонического оркестра. За последнее время я побывал на трех таких представлениях или спектаклях, даже не зная, как их правильно и назвать. Точнее будет спектакль-концерт. Первое – это письма поклонницы Ивану Бунину в спектакле «Неизвестный друг» в исполнении великолепной Ксении Рапопорт и пианистки Полины Осетинской в постановке Валерия Галиндеева. Очень хороший спектакль, рекомендую. Второе – это переписка Петра Чайковского с баронессой фон Нек в спектакле «Роман в письмах» в исполнении той же Ксении Рапопорт и Евгения Миронова, в постановке Марины Брусникиной под музыку Чайковского, исполняемую симфоническим оркестром. И на днях я побывал на спектакле-концерте «Ван Гог. Письма к брату» в исполнении опять-таки Евгения Миронова с камерным ансамблем «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, в постановке все той же Марины Брусникиной. Два последних спектакля тоже неплохие, но первому, упомянутому мною спектаклю, слегка проигрывают. Тем не менее, спектакль «Ван Гог. Письма к брату» открыл для меня другого Ван Гога. Думаю, многие люди, далекие от живописи, воспринимают его по автопортрету с отрезанным ухом, как психически ненормального человека. И я не исключение. Но, послушав его письма к брату, я был удивлен тем, что он вообще не вел обывательских разговоров, а говорил исключительно об искусстве и о своей работе и своих творческих планах. То есть, это был абсолютно нормальный человек, даже слишком нормальный. В моем понимании, настоящий человек и не должен тратить время на обывательские разговоры и просмотр «Бесконечного дома-2». Но получается, что слишком нормальный человек в нашем мире признается ненормальным. Поэтому одни из своих последних картин Ван Гог писал в закрытой психиатрической лечебнице, направляя брату письма абсолютно нормального человека, до самого конца рассуждающего только об искусстве и о своей работе. Второе, чем меня поразил этот человек, так это полным отсутствием зависти к своим более удачливым коллегам-художникам. Он с уважением и восхищением отзывался о них, даже находясь в полной нищете, слишком нормальный. А это уже признак гениальности. Обычные люди, как правило, от зависти избавятся не в состоянии, даже ни в чем не нуждаясь и даже будучи удачливыми людьми. Это неотъемлемая характеристика любого обывателя. В спектакле все было исполнено мастерски. И великолепные декламации Евгения Миронова, и прекрасное звучание произведений Шнитке в исполнении камерного ансамбля. И, может быть, именно эта прекрасная игра Евгения Миронова и музыкантов и натолкнули меня на эти мысли. Так как просто читая тексты, я бы вряд ли об этом задумался. Поэтому благодарен исполнителям за то, что открыли мне другого, настоящего Ван Гога. Вот такие мысли вслух.